Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Самое массовое участие в республике подвели итоги уходящего года экологии в России. Мы хотим отмехить высокую активность граждан республики Саха-Якутия в участии в предохранных мероприятиях. Единственный в стране в Якутии планирует создать арктическую территорию опережающего развития. Почти вековой юбилей сегодня 90 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны из Олег-Минска. Он у нас молодец. Он в магазин ходит. Нормальный, в здравом уме. Вообще молодец. Дай Бог ему здоровья. В Якутии подвели итоги года экологии. В течение 2017-го в республике реализовали более 45 тематических мероприятий. Среди них новые законы, природоохранные мероприятия, экологическое просвещение и образование населения. Работу, проделанную республикой, отметила и российское экологическое движение «Зеленая Россия». А сегодня в спортивном комплексе «Триумф» после завораживающего театрального представления министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев наградил всех, кому не безразличны отношения к окружающей среде. Затем в торжественной обстановке передал символ года министру молодежи и семейной политики Владимиру Афанасьеву. Следующий год в России пройдет под эгидой добровольцев. Работа, начатая в 2017 году, она будет продолжена, потому что в этом году заложены правовые и фундаментальные основы для развития предохранной отрасли. Это стратегия развития республики Саха-Якутия до 30-го года с экологической составляющей, экологическая доктрина республики Саха-Якутия, ну и, конечно, резолюция второго съезда экологов. В следующем году в Якутии планируют создать единственный арктический тор в стране. Полномочный представитель президента России Юрий Трутнев дал согласие на его создание по итогам встречи с азиатско-техоокеанскими инвесторами во Владивостоке. Согласно инвестиционному соглашению, подписанному компаниями Голдинвест и Аколова, подразумевается трехэтапное освоение оловянного месторождения в Устьянском районе Якутии. Первый этап подразумевает добычу 500 тонн концентрата, второй – 3000 тонн концентрата, третий этап – 4500 тонн. Конкретнее время осуществления трех этапов будет утверждено подписанием дополнительного соглашения. С 1 января россияне смогут получать пособие за первого ребенка. Напомним, об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Пособия будут выплачивать ежемесячно до достижения первенцам возраста полутора лет. Сумма выплаты в среднем по стране составит 10,5 тысяч рублей. Ее размер будет равен прожиточному минимуму в каждом регионе. При этом выплаты будут адресными, то есть получат их не все семьи, подчеркнул президент, а те, кто действительно в этом нуждается. Законопроект сегодня утвердили на заседании Совета Федерации. Ранее документ вносили в Госдуму и Нижняя палата его также одобрила. Если оба члена или один член семьи, то трудоспособного возраста будет иметь доход ниже полуторакратного размера прожиточного минимума на трудоспособное население. В республике у нас две зоны. Первая зона – это в основном северные улусы. Если доход трудоспособного члена будет ниже, например, 31 710 рублей, и по второй зоне, это для остальных районов, ниже 25 799, то на ребенка будет назначено пособие до достижения им полутора лет в размере 17 023 рублей. Новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз» вызвала ажиотаж в Якутске. Сегодня в МФЦ почти сотни людей смогли сразу в одном месте оформить заявление на получение загранпаспорта нового поколения. В этом клиентам помогли главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Подробности у Марьяны Кутуковой. Совместная акция МФЦ и управления миграцией МВД Якутии прошла в этом году во второй раз. Как и в октябре, акция вызвала большой интерес. Несмотря на очереди, на новогоднее оформление загранпаспорта успели многие клиенты. Эту акцию я посмотрела в портале госуслуг. Обслуживание считаю, что на высшем уровне. Я пришла, сразу записали меня и выдали талон новогодний по очереди. И я сейчас жду свою очередь. В оформлении загранпаспорта нового поколения помогали новогодние персонажи. Полицейский Дед Мороз снимал отпечатки пальцев и фотографировал радужную оболочку сетчатки глаз. А Снегурочка, представитель МФЦ, помогла на сайте госуслуг и сделала все необходимые копии документов. Во время акции все услуги стали доступны в одном месте. То есть у человека появляется возможность подойти сразу за готовым результатом в орган. В то время как при обычной процедуре ему потребуется приходить в орган два раза. То есть после отправки заявления он должен был бы подойти на снятие биометрических данных и потом второй раз за получением паспорта. Заявление оформляли при минимуме документов. К примеру, сегодня женщинам нужен был только паспорт. Также во время акции всем клиентам сделали большую скидку. Граждане сегодня могут оформить заграничные паспорта с 30% скидкой. То есть это, на мой взгляд, существенная скидка. За место 3,5 тысяч граждане сегодня по акции оплачут 2450 рублей. В преддверии новогодних праздников акцию повторили для удобства клиентов. Те, кто успел сегодня в одном месте оформить загранпаспорта, заберут их в течение месяца. Марьяна Кутукова, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск. Алданские жители усиленно готовятся к праздникам, а коммунальщики к работе. Традиционно длительные новогодние каникулы – это время икс, поэтому все службы переводятся на усиленный режим работы. Главным вопросом остается уголь, но, как заверяют коммунальщики, запасы топлива есть и продолжают поступать. А значит, будет тепло. С запасами угля впрочем до правительства республики рассматривался этот вопрос. На сегодняшний момент 76 миллионов нам из 276 обещанных проплатили. Транш сразу ушел на поставщика. Ожидаем до конца декабря завоз в объеме 36 тысяч тонн. Первые вагоны уже подошли на разгрузки. Этого угля нам хватит до конца декабря и закроем январь месяц полностью. На усиленный режим работы переходят и почтовые отделения республики. Это связано с увеличением клиентского потока в преддверии новогодних праздников. По традиции наиболее востребованной услугой является получение посылок и отправка почтовой корреспонденции. Оксана Устинова расскажет подробнее. В Нерюнгринском железнодорожном вокзале разгружают очередной почтовый вагон. Большая часть отправлений, доставляемых якутским филиалом Почты России, это заказы из российских и зарубежных интернет-магазинов. То, что было отправлено в республику по железной дороге, сегодня поступает в сортировочный центр города Якутска. Ежедневно центр обрабатывает до 5000 посылок, не считая почтовых отправлений в емкостях. Ну, сейчас вот даже ощущается, к Новому году большое поступление с интернет-магазинов, люди выписывают подарки к Новому году. Через день у нас автотранспорт с Нерюнгрин по 2500 посылок поступает. С авиа тоже получается, у нас очень много почты поступает. Ну, люди хотят и пользуются услугой. Почта все равно, она пользуется спросом. Авиарейсом каждые два дня сюда поступает по 300-400 таких посылок. В одну смену круглосуточно работает 11 человек. Они со всей ответственностью подходят к своей работе. Чтобы ежедневные несколько сотен самых разных отправлений находили своих адресатов, немаловажную роль выполняют почтальоны. Павел Бекетов работает почтальоном без малого 30 лет. Выполняет свою работу с удовольствием и особенно в этот предновогодний период. Простые письма где-то 40-50, в среднем на каждый участок идет. Заказные примерно точно так же, потому что мы должны доставлять постоянно людям журналы, газеты и письма. Люди же ждут, кто-то сами письмо пишет, кто-то посылку заказал, ждет. Поэтому там уже клиенты даже на нас, через нас поселенных стараются узнать, пришла, не пришла посылка. Мы всегда поможем разыскать ее. Если в прошлом году объем обработанных отправлений составил более 13 миллионов 700 тысяч, в этом году уже более 14 миллионов. Пиковый сезон посылочной активности – это всегда вызов возможностям почты. Работать так, чтобы полностью соответствовать растущим запросам клиентов – миссия почты. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, НВК «Саха» Якутск. Жителю Алекминска, ветерану Великой Отечественной войны, Петру Максимову, сегодня исполнилось 90 лет. Но года ему не помеха. В свой юбилей он бодр и полон сил. О дне рождения участника войны знают не только близкие. В праздничный день Петр Иванович получил именные поздравления от президента страны, руководителя региона и администрации района и города. Но самые долгожданные гости – это дети. В день рождения вся дружная семья собирается вместе. Служил отлично. Жить надо, да, и все, стремиться жить. Если лежать-то будешь, так ты, че, че тут. Я хожу постоянно, каждый день хожу. Друг к другу помогать. Самое главное, если один не может, обязательно сказать, правильно сказать. И все будет хорошо. Какую ель выбрать – искусственную или натуральную? С такой проблемой сталкиваются предновогодние дни все жители страны. Что необходимо сделать, чтобы дом украсила лесная красавица? Сколько стоит ее искусственная копия в магазинах? Можно ли изготовить главный символ Нового года своими руками? На эти вопросы ответят наши коллеги. Надо их дугу искать. Надо идти ко мне! Видеооператор нашего телеканала Артур Голиков решил, его семья этот Новый год будет встречать не с искусственной, а с натуральной елкой. Вооружившись пилой, вместе с сыном он отправился в лес. Час хождения по сугробам, и вот она, зеленая красавица. Раньше не было искусственных елок. Если и были, они были не очень такие красивые, так сказать. И поэтому решил сыну показать, что раньше ходили в лес, искали, как сегодня, кое-как нашли. Сугробы тяжело. Но чтобы в новогодние праздники ваш дом мог наполниться ароматом настоящей ели, нельзя просто так срубить ее. Чтобы не стать браконьером, вначале нужно оплатить госпошлину и заключить договор с лесничеством. Процедура не быстрая, но обязательная. Для этого нужно написать заявление на имя главного лесничьего Мирницкого района, а потом получаете реквизиты, заключаете договор. Суммы госпошлин на вырубку живой ели небольшие. Тем же, кому не хочется искать среди сугробов натуральную елку, придется раскошелиться. Ведь искусственный символ Нового года в магазинах сегодня стоит недешево. А если вы хотите сэкономить, то новогоднюю красавицу можно сделать и своими руками. Этому могут научить на мастер-классах. Я сначала это нарисовала, потом зашила вот здесь и вот здесь стала набивать. Какую елку выбрать, искусственную или натуральную, каждый выбирает сам. Но девочки, участницы сегодняшнего мастер-класса считают, что именно вот такая вот мягкая игрушка, елочка, станет лучшим украшением в празднике. Мария Урцева, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok